всем огромный привет меня зовут аня спасибо что заглянули на мой канал сегодня у нас видео про новинки про новинки белорусского бренда бернович мы с вами очень часто собираемся либо в прямых эфирах либо вот так вот видео обсуждаем их новинки и сегодня это у нас тональный крем и спонжи для макияжа поэтому если вам интересно мое мнение что я вам расскажу погнали сейчас все на рынок эти продукты ожидались уже достаточно давно то он где-то больше года наверное планировался разрабатывался и так далее спонжи меньше но все-таки это была такая логическая история чтобы были сразу тональные основы и что-то чем их наносить и вот такие вот три красавца вышла у бренда здесь три оттенка здесь подобрана гамма достаточно грамотно начнем с того что в тональном креме как обычно 30 миллилитров сейчас я возьму какой-нибудь оттенок давайте начнем с самого первого который более или менее для меня универсален я вам буду показывать это тональная основа в стекле с такой черной упаковкой минимализм сплошной черной упаковкой с черной крышкой в тоне есть помпа и здесь три оттенка то есть самый первый он ну соответственно самый светлый тональный крем с такой легкой текстурой это не плотная тональная основа это что-то наподобие флюида более сияющий продукт который возможно не совсем хорошо подойдет для прям жирной кожи но кожа сухая кожа нормальная классно мне кажется будет в макияже будет тон очень хорошо подходить соответственно у него здесь не плотная степень покрытия ну вот он у меня сегодня на лице это что-то такое легкое стремящийся к среднему неплохо наслаиваемое но если у вас есть пост акне прыщики так далее здесь сразу вас хочу предупредить что вам потребуется на этот продукт дополнительно еще использовать консилер ну либо под все зависит от того как вы используете как вы носите и вот это вот все не так это в принципе достаточно логичный выбор сделать не какую-то там супер матовую основу не основу которая супер плотная или супер кроющая просто потому что этот продукт более ну как это сказать более жизненно универсальный особенно сейчас потому что на данный момент тренд все-таки на такую кожу которая не заштукатурена более натурально с какими-то просвеченными перфекциями то есть если какие-то веснушки видны какие-то пятнышки и так далее если это немножко видно то это как бы клёво потому что это живая ваша кожа и этот тон вот как раз таки создан для того чтобы вашу кожу улучшить но не замаскировать на сто процентов вот и ну наверное для первого тонального крема я уж не знаю будет там еще в будущем идея создавать какие-то другие продукты но для первого тона это по-моему логично не знаю кстати напишите как вам потому что лично мне кажется что если бы сделали какой-то супер плотный тон ну не для всех это покрытие актуально а здесь ну по крайней мере можно наслоить и большему количеству людей возможно этот продукт подойдет вот я обладатель комбинированной кожи как раз таки из пост акне для меня этот тон подошел нормально потому что я в принципе люблю что-то наподобие таких сияющих продуктов подсвечивающих в крайнем случае всегда я могу добавить консилер и никаких проблем корректор какой-то если нужно прям что-то замаскировать поэтому для меня это удачный вариант особенно в случае если пользоваться именно каждый день три оттенка почему я начала сначала про текстуры потом сначала сказала про тенок потом свернула на текстуры вернулась на оттенок потому что показалось мне логичным объяснить что вот этот первый оттенок вот он идет такой для светлой фарфоровой кожи с таким немножко персиковым потоном плюс-минус освежающим особенно сейчас зимой когда мы все сине зеленого цвета он неплохо подстроиться под первый второй тон кожи то есть если у вас очень светлая кожа и следующий тон например то это будет ок потому что он не плотный и соответственно вам маску не делает и плюс-минус подстраивается в этом его плюс ну как бы поэтому оттенок можно брать думаю он подойдет большинству я в любом случае буду пускать здесь либо уже пустила либо поверх будут эти сводчи вы посмотрите сам продукт покажу как он растушевывается и так далее если вы хотите прям макияж с продуктами например из новинок то обязательно мне об этом скажите вот классно на самом деле то что эти все три тона задумываются как бы лично мне так показалось мне так показалось что их классно смешивать миксовать собой как бы по-хорошему об этом нам и говорят что вы берете например второй оттенок сейчас мы его тут возьмем второй оттенок он идет по названию тон 2 легкий загар теплый оттенок с бежевым подтоном если у вас тональность немножечко вы уже темнее то он и так и так вам подойдет но если вы про себя знаете например что у вас кожа вот зимой такая прям холодная холодная летом теплая и ну как бы вам можно взять два тона их миксануть и грубо говоря использовать их как то на джастеры друг другу это тоже очень удобно и здесь как раз таки сразу хочется уточнить что цена у тонального крема выдержана для его качество очень хорошая здесь стоимость 10 долларов то есть даже меньше наверное это 25 белорусских рублей с учетом того что здесь стекло с учетом того что здесь внутри очень такое люксовое содержимое я не буду сдавать все фишки их уже о них уже говорили но я не позволю себе об этом говорить но имейте ввиду здесь начинка очень даже не непростая вот соответственно как бы стоимость его оправдана более чем и если он вам понравится в нанесении в текстуре во всех точках продаж будут в любом случае тестеры то спокойной душой можно брать два смиксовывать и круглый год у вас будет какой-то универсальный оптимальный тон для себя ну и также в принципе бренд позиционируется как бренд для профессионалов для визажистов визажисты в принципе берут себе несколько оттенков просто их миксуют между собой вот как раз таки эти три плюс минус таким образом и срабатывают 3 самый темный и он такой интересный он идет как бы для смуглой кожи сложный без с оливковым подтоном и да здесь видна эта оливка она прям сразу когда наносишь на руку на фоне первых двух прям видно вот это вот зеленушка такая очень клёво мне кажется что можно его даже на моей вот такой вот кожи попробовать использовать в формате такого бронзирующего продукта точнее бронзирующий скульптурирующего короче наверное все таки нужно будет для вас снять видос и мы вместе с вами так и попробуем поступить посмотрим насколько это жизнеспособно будет вот в ежедневном макияже сделать такую легкую коррекцию вот такие вот три классных оттенка я очень сильно надеюсь что они максимально подойдут большинству и понравится вам потому что ну не в принципе правда нравится то что получилось в случае каких-то вот таких съемочных дней когда кожа в хорошем состоянии это смотрится красиво он достаточно мягко сидит и красиво отражает свет лично меня тон в принципе даже порадовал стойкостью хотя на сайте заявляется что тон выдерживает например на 45 часов носки ну скорее всего это написано просто что-то усредненное чтобы не писать что full time как вот многие пишут 24 часа по факту как бы во первых мы не носим то он 24 часа крайне редко это бывает а во-вторых ну ни один тон в течение 24 часов не выглядит свежо и хорошо и я думаю что навряд ли кто-то со мной в этом плане поспорит все равно текстура начинает выглядеть по-другому если этот тон прям такой супер стойкий и он просто в конечном итоге начинает как будто жить отдельно от кожи ну то есть вы понимаете о чем я вот я к чему это веду к тому что сейчас у нас же масочный режим и вот это вот вся гадость так вот я наносила его специально достаточно легкой не супер фиксирующей пудрой и носила его с маской ну и соответственно с маской туда-сюда его тягала до сноса он очень быстро ушел потому что на носу мне прямо самое сильное натяжение потому что как бы у меня такая маска плотненькая которая прямо вот вот так вот закрывает мне на сяру с носом ушел быстро но по всему остальному лицу классно сидел домой я вернулась на лице у меня это все не выглядело прям какой-то дичью знаете бывает тон под маской завод этого вот испарения ну то есть там же мы дышим там мокро все бывает такое что прям ну как будто я просто слоеный пирог в принципе выглядело все ок можно было еще знаете спонжем сверху просто притоптать и дальше себе спокойно ходить поэтому как бы в плане стойкости мне понравилось мне нравится честно этот тональный крем наносить лично на свою кожу больше кистью потому что меньше расход и мне есть что перекрывать но для гладкого такого прям тонкого покрытия супер подходит спонж ну и давайте перейдем уже тогда к новинке к спонжам и их вышло 4 цвета я вам покажу сейчас вот так вот раз два три три красавца вот такой нюдовый красивый цвет такой цвет шоколадный и цвет розовый фуксия ну и этот спонж который я первый для себя открыла это просто цвет манго ну я не смогла этого не сделать и как вы уже видите это просто какое-то облачко невероятно мягкая и шикарная два спонжа нюдовый желтый они в формате таком привычном бьюти блендера вот эти два они в формате как у real техник стоит со скошенной попкой то есть ну две разные формы стоимость всех одинаково 10 рублей и как бы мне очень приятно сказать что я помогала выбирать эти спонжи и я думаю что многие уже видели вот этот вот экземпляр у меня не в одном видосе он мне кстати до сих пор живой с ним играл кот и ему наверное месяца четыре или сколько и по сути он живет прекрасно до сих пор ну такое уже покоться на чуть-чуть я вам покажу его поближе ну я уже желтенький открыла поэтому им уже пользоваться не буду я люблю спонжи ну так почаще менять там стараюсь хотя бы раз в 3-4 месяца стабильно менять даже если он не умер вот еще у меня тут есть образцы старенькие один более плотный другой помягче короче мы тут игрались выбирали этот спонж супер классный в своей ценовой категории 10 рублей ну явно я не знаю сложно найти лучше у нас на рынке и он лично мне максимально близок к реал техник то есть это вот такой же спонж достаточно пористый но в то же время не такой как бьюти блендер который прям супер пористый он мягкий но не настолько мягкий как спонж от шик если вы пробовали это такая приятная хорошая золотая середина реально вот что-то наподобие реал техник потому что вот это в принципе по цена качества были всегда одни из моих самых любимых спонжей вот у меня сейчас еще есть синарт и вот синарт он еще мягче то есть для кого-то прям супер мягкий спонж это важно для меня мне реально вот чуть-чуть сопротивление когда есть вот сама малость это плюс потому что тогда тон не так забирается в сам спонж и он отдает лучше вот и как раз таки реал техник если сравнивать его шик и синарт мне кажется немножко такой более чуть более упруги но в то же время я думаю большинство из вас пробовали реал техникс и вы понимаете что это всегда был один из первых аналогов бьюти блендера соответственно наш товарищ тоже классный и короче просто супер любовь поэтому ну вот что что это мне кажется нужно всем если тон например вы там сейчас но не готовы покупатель вам текстура к не подходит то если вы в принципе хоть когда-нибудь красить то спонжиком и румяшки нанести это он нанести коррекцию растушевать все что угодно сделать и бейкинг и вот это вот все и вот на просто вот просто вот он увеличивается полтора раза весь такой красивый мягкие в общем душа меня очень сильно радуется и вообще любовь чем вот такие вот у нас с вами новинки на белорусском рынке концу года приятные классные такие прям которые можно себе дарить подружкам дарить там спонжики под елку накидать вместо шариков давайте поднимать друг другу настроение пишите вашу обратную связь в комментариях рады ли вы такому запуску интересно ли вам попробовать эти продукты ждете ли вы от меня нанесение продукта на лицо демонстрацию спонжа например ну короче вот это вот все если интересно я жду вашу обратную связь ну и спасибо большое вам за внимание я очень сильно надеюсь что я вас немножко развлекла и была для вас полезной целую обнимаю пока пока увидимся в следующих видео